Вячеслав Евгеньевич, попрошу вас прокомментировать ход игры, результаты. Для нас, наверное, к сожалению, к великому, матч закончился неудачно. Неудачно он закончился, наверное, по причине ужасной реализации моментов. Те моменты, которые мы создаем, мы не забиваем. Причем не забиваем самые ответственные моменты, самые нужные. При всем при этом я недоволен некоторыми игроками. Думаю, что мы сейчас по приезду будем разбирать эту игру, будем разбирать моменты. Что у нас не получилось, потому что планировали играть немножко по-другому. Понимали, как будет играть «Динамо», понимали, к чему готовиться. Но, к сожалению, первый тайм абсолютно провалили. За счет только некоторых игроков, индивидуальных действий смогли сравнять счет. И вот этот непонятный гол, который пропустили в конце, конечно, ошибка защитника. И я считаю, что это глупость полнейшая. Будем разбирать игру. Сейчас по-горячему, понятно, тяжело сказать, оценить. Будем просматривать, будем оценивать. Но я скажу одно, наверное, самое главное. Что мне, я уже, наверное, не первую пресс-конференцию говорю, мне не нравится. Хотя мы понимали, что будет сложно. Я просто не думал, что настолько будет сложно на тех нападающих, на которых мы надеялись, которые мы оставили. Ребята ульяновские. Я все-таки надеялся, что они, помимо того, что они ребята ульяновские, помимо этого, они еще будут забивать. Но пока те моменты, которые им создают, ни Саша Степанов, ни Эмиль Бихузин не может реализовать фактически ничего. Играя только за счет полузащитников, конечно, это очень сложно. Им нужно и оброняться, и вывозить мячи, еще и забивать. Но, конечно, здесь неравномерно распределяются роли. Отсюда, конечно, такая усталость. И после того периода игр не полностью восстановились, я так понимаю. Хотя сегодня темп был очень высокий, команда «Динамо» задала высокий темп. Мы понимали, что будет обоюдно острая игра. Она, в принципе, такая получилась. Острая, активная, агрессивная. Но, к сожалению, у нас не все хоккеисты показали агрессивный хоккей. Я говорю, что будем разбираться, будем вникать во все эти тонкости, почему эта игра достаточно такая она важная. Ну, может быть, не на сегодняшний день, а в стратегическом плане. Мы не смогли переломить. Точнее, мы переломили, а вот дальше развить эту ситуацию не смогли. Ну, вот как-то, наверное, вкратце. А потом уже будет анализ. Я думаю, что мы сделаем выводы. Посмотрим, что будем делать с теми ошибками, с теми игроками, которые допускают разорвать. Вот как-то так. А так, динамость победы. Спасибо. Большое спасибо. Удар Николаевич. Ваши комментарии? Ну, хочу ребят всех поблагодарить, в первую очередь. Непростая ситуация была. Мы очень тоже хорошо знаем команду Волга. Мы с ней и на Кубке, и на Кубке губернаторов много игр провели. Ну, на мой взгляд, что наш стиль и стиль Волги очень похожи в чем-то. Очень активное, хорошее движение. От этого очень многое зависит, как игроки двигаются на поле. Как успевают из обороны в атаку, из атаки в оборону переход. Как начинают быстро вступать в единоборство. Ну, чем-то, говорю, очень не похожи. Я ожидал, что будет очень тяжелая игра. И тут еще тот фактор, что ребята, которые съездили за молодежку, они все играли в основном состоянии. Очень сильно наелись, конечно. Видно, что они сегодня очень тяжеловатые были. Мы благодарим ребятам, которые остались, что они на себя это взяли. Тот же Влад Тарасов. В нужный момент забили голы, в нужный момент голы забили. И как бы это не повлияло, что не Шарданов здорово сыграл. Игроки как раз, которые здесь оставались. На себя как бы это все нож взяли. И все для нас сложилось удачно. Большое спасибо. 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 Спасибо.